Как Россия может существовать с теми, кого мы называем нашими традиционными партнерами? Я думаю, прекрасно может существовать. Я не закончил вопрос. Я могу и подписывать, и отвечать. Тут вопросов нет. А вы имеете в виду партнеров каких? Внутри страны? Нет, я имею в виду партнеров, наших западных партнеров, европейские державы, Соединенные Штаты Америки, при том, что там открываются одно за другим окна Вертона. И, допустим, вы неоднократно высказывались по поводу однополых браков и по поводу усыновления детей такими семьями однополыми. Там это, вообще говоря, норма, а у нас это социум, во всяком случае, пока. А как давно это стало нормой там? Это же тоже не было нормой, да? В том-то и дело. В тех же Средневеком Штатах Америки еще в 1996 году был процесс уголовный над гомосексуальной парой, которые по согласию этим занимались. Так что у нас к этому времени уже была декриминализирована эта статья, ее просто не было. Поэтому здесь вопрос, наверное, в другом. Я во всем этом вижу очень простую вещь. Это расчеловечивание. Потому что это не свойственно человеку, в принципе. И мы наступаем на те же грабли, на которые наступили 5-6 тысяч лет назад наши предки. Все забыли, что это происходило уже в истории человечества. Мало того, я вам ко многим вещам отношусь, знаете, как юрист. Как юрист я вам скажу мой взгляд на эту тему. Семейное право складывалось одновременно с римским классическим правом. Это была его составная часть. Это происходило примерно 2,5 тысячи лет назад. И вот основоположники классического римского права, которое, кстати, легло в основу всех правовых систем. И англо-саксонское, и континентальное, и германского права, и кодекс Наполеона во многом списан с классического римского права, и российское право и так далее. Не будем отрицать, правда? Но ведь римская империя в то время, что она собой представляла, все что угодно, оргии, мужеложство, скотоложство, зоофилия, педофилия, все это разрешено было. Свобода нравов. Совершенно верно. Но никому из этих сенаторов, которые утверждали все эти дегесты Юстиниана, все своды законов и так далее, ведь не пришло в голову вот после семейного права вставить все другие отношения, все виды этих союзов. Неважно, там, однополые женщины, женщины, мужчины с мужчиной, или многогаммные, полигаммные, или какие-то комбинации с животными и так далее. Подождите, а почему они не вставили? Почему? Подождите мне, потому что отцы-основатели римского классического права понимали, что это чуждые семейному праву отношения. И тогда Модестин сформулировал, что такое вообще семья и брак. Это добровольный союз мужчины и женщины, заключивших брак на основе человеческого и божественного права. И вот с тех пор, 2500 лет, эта формула не менялась. И вдруг появляются активные борцы за то, чтобы изменить формулировку, которая существовала несколько тысяч лет. И говорят, да нет, ничего подобного, мы сейчас поменяем все. А что дальше? Значит, если вы меняете эту формулировку и говорите, что нет, семья, это все остальные виды тоже. Там уже сейчас, я не знаю, сколько там, 60 или 50 уже видов предлагают в норме. Комбинации, да? Да неважно. Значит, поэтому это должно быть в отрасли семейного права записано. А возникает вопрос, семья чем определяется? С простым воспроизведением, правда? С точки зрения физиологии. А дальше-то что надо делать? Дальше приходится менять наследственное право, обязательственное право, в том числе право алиментных обязательств. И начинается разрушение вот всей той стройной системы юриспруденции, свода законов, которые были сформулированы 2500 лет назад. Вот что произойдет дальше. Это будет происходить. Поэтому, как юрист, я не приемлю и не понимаю этого. Как человек, слушайте, в нас в Конституции записано, каждый имеет право на личную жизнь, она охраняется тайной семейной жизнью. Все. Дальше занимайтесь чем хотите, но не навязывайте это, не ломайте систему права, иначе вы разрушите юридический фундамент. Не будет юридического фундамента, ну тогда мы вернемся опять в те самые, даже не средние, а древний мир. И тогда, значит, впереди что? Содом и Гамора. Разговор достаточно откровенный был, вопросы интересные. Я не ожидал, что там про маму будет спрашивать, про семью. Я все-таки, я был настроен на разговор по делу, понимаете. Но говорили о другом. Такой, знаете, у нас сегодня был сеанс мемуаров, воспоминаний об адвокатской деятельности и так далее. Сама по себе журналистика, она дает возможность иногда даже шире и больше, чем исполнительные власти, законодательные, судебные власти. Потому что все ограничены. А журналист, если он умный, пытливый, принципиальный, он может, во-первых, докопаться до истины. У него больше для этого средств и возможностей. А во-вторых, у него, извините, аудитория шире гораздо. И он может рассказать всему миру, всему свету об этом. Поэтому журналистика и вообще журналисты, средства массовой информации, это реально хватит.